Субтитры подогнал «Симон» Поздравляю Виталия Иванилова с назначением на высокий пост, председатель районного совета Анатолий Кубкин отметил заслуги Дмитрия Спиридоновича Гриценко в становлении молодого руководителя. В своем выступлении Виталий Владимирович был предельно краток. 95% присутствующих в этом зале отлично меня знают. Все прекрасно знают о том, что 16 лет назад меня судьба связала с сельским хозяйством Красноармейского района. Из них 13 лет я работаю в районном управлении сельского хозяйства с годом перерыв на коллективное сельхозпредприятие «Маршал Москаленко». Поэтому все прекрасно знают меня, мои деловые качества, все прекрасно знают мой характер, всех, которые работают здесь, уже привыкли ко мне. И поэтому, я думаю, никаких революционных изменений в жизни района не будет, за исключением повышения трудовой дисциплины и отдачи. Спасибо и областному, в областной государственной администрации, администрации президента о том, что все-таки поверили в меня и доверили работать на этой должности. Поэтому я постараюсь оправдать это доверие и, естественно, надеюсь, что вы будете во всем помогать, будем говорить, отзываться. А я готов идти на встречу вам, на встречу вашим пожеланиям. И я думаю, вместе будем работать так, как работали раньше, только немножко лучше. Спасибо большое. Дмитрий Спиридонович Гриценко пожелал своему преемнику успешной работы в решении проблем селян района, указав на необходимость совместной работы исполнительной и советской власти. Здесь же собравшимся были представлены начальник районного управления сельского хозяйства Михаил Костюк и начальник Красноармейского центра электросвязи Виктор Ковалев. Подводя итог к короткому совещанию, вице-губернатор Виктор Слаута выразил уверенность, что Красноармейский район сохранит свои лидирующие позиции в области, а новый глава районной администрации сбережет и приумножит тот кадровый потенциал, который сегодня подобрался в районе. Интересные соревнования по фигурному вождению грузовых автомобилей состоялись на автодроме Красноармейской автошколы. В эти соревнованиях принимали участие водители предприятий нашего города. Сегодняшние соревнования проводятся в честь второй годовщины принятия Конституции Украины, а также Дня молодежи. Правда, мы их проводим немножко с опозданием на целую неделю из-за ряда причин, но мы решили так, лучше позже, чем никогда. Значит, здесь должны у нас или участвуют у нас на этих соревнованиях по фигурному вождению грузового автомобиля водители предприятий города. Ну, цель этих соревнований такова. Показать мастерство управления или вождения автомобилем, реклама автомобильного спорта, пропаганда автомобильной школы. И вообще этой профессии замечательной, романтической. Молодежь сейчас многое не знает, чего хочет. И вот мы решили все-таки провести эти соревнования и напомнить о нашей автомобильной школе, напомнить о том, что молодежь должна быть подготовлена к службе в вооруженных силах Украины. И вот с такими соревнованиями, которые мы давно не проводили из-за ряда причин, мы решили возобновить это. Может быть, у нас все получится и к годовщине Украины. Но, к сожалению, на сегодняшнем соревновании участвуют или водители не всех предприятий, но более-менее дисциплинированные. Насколько я понимаю, это ВГСЧА, наша пожарная охрана. Они имеют, насколько я понимаю, армейскую дисциплину, ну и наша автомобильная школа. Количество участников соревнований 8. Значит, они проедут по трассе, осмотрели эту трассу. Было открыто торжественное это соревнование, поднятие флага, гимн. И победителям соревнования запланировано вручить ценные подарки и грамоты. Вот эти соревнования будут у нас не последние. И приглашать будем всех водителей города. Не стесняйтесь, приходите. Это все-таки для нас, для всего города и культурный отдых, и пропаганда, и право дорожного движения, и безопасность движения, и знание автомобиля, и вообще отдых. Смотрите, какой замечательный сегодня день. Это вообще. Радуется душа, музыка, все. Кто пришел, тот не пожалел. А сейчас прослушайте итоги соревнований среди водителей предприятий города по фигурному вождению автомобиля. В командном первенстве первое место заняла команда Красномейской автошколы. Второе место у команды городских пожарных. Третье место у горноспасателей. В личном первенстве первое место завоевал Виктор Малов. Второе место у Евгения Перегона. Третье место у Анатолия Козинца. Все они работают мастерами Красномейской автошколы. В апреле месяце ветераны, участники боевых действий Великой Отечественной войны, проживающих в районе Династового завода, решили организовать клуб «Неподдающийся». Председателем клуба была избрана Людмила Бешляева. Сейчас такая трудная жизнь. Люди очерствели. Даже душа их и то стала черствовать. Для того, чтобы хоть немножко придать какое-то добро людям, чтобы душа растаяла этих людей, мы создали среди ветеранов нашего поселка клуб «Неподдающийся». Начали мы с того, что мы получили медали Жукова и стали вручать эти медали на собраниях, посвященных, ну вот как сегодня, празднику улицы или празднику бессмертных людей. И на вашей улице живут замечательные люди, тоже участники Великой Отечественной войны. Это стильян Владимир Авакович, который ушел на фронт в неполные 18 лет на второй день после получения похоронки на отца. Павел Тимофеевич, у нас от военкомата. Пожалуйста, вручите Владимиру Аваковичу медаль Жукова. Владимир Авакович, здоровья, счастья, всего-всего доброго. Спасибо. Пожалуйста. Пожелать всего-всего доброго. Здоровья, счастья, всех-всего доброго. Не забудь. Да. Дай, пожалуйста. Спасибо. Мирного неба, мирного вам труда. Вместе по гонкам. Я защищал Донбасс, освобождал Донбасс. Прошел все страны и кончил войну в Чехословакии. Прошел Польша, Германия. В общем, Крым все освобождал. Удалось. Ну, вспоминается, что не забыли. Донбасс. Песня. С незаклюбленным ранней весною. Донбасс. 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 В этом году, как раз в феврале, наш ансамбль отмечает свое восьмилетие. Для нас это, конечно, большой праздник, потому что все эти восемь лет мы работаем с взаимным удовольствием, с большой любовью друг к другу и с любовью к музыке. Я уже пять лет как закончила музыкальную школу, но каждый день хожу сюда с любовью и с трепетом. И хочу, чтобы все девчонки, которые сейчас присутствуют, поддержали мое праздничное бодрое настроение и вспомнили, как нам было хорошо эти все восемь лет. Слушайте ансамбль «Улыбку». Трудно теперь, но пойми, жившись теперь, другие виды, и не что трудно сразу привыкнуть в шагу. И мне тебя немного шаг, старая, не поверь, не поверь, старая. Вы знаете, мы всегда радуемся нашим встречам здесь с девчонками. Мы так друг за дружкой скучаем, потому что, к сожалению, мы сейчас учимся в разных городах. И для нас это такая большая радость, такое счастье, когда мы все встречаемся, приходим к нашей любимой Али Васильевне, нашей Ирине Анатольевне, которых мы очень любим и очень их ценим. Спасибо им большое, потому что они дали нам толчок в жизни, первый толчок. И этот толчок был прекрасным. Спасибо им за все. В пятницу на спортивной площадке Краснодарской общеобразовательной школы номер 2 состояли соревнования по футболу между дворовыми футбольными командами. Сегодня на школьном поле проходит соревнование по месту жительства на приз клуба «Кожаный мяч». Участвуют команды дворовые, команды от отдельных домов, улиц. И вот вы наблюдаете игру, финальную игру команд «Факела» и команда «Шахтера». Вы видите призы, которые учредили наши спонсоры. Сладкие призы, «Кожаные мячи», «Кубки» и так далее. Приятно, что в летний период, когда дети свободны от учебы, они имеют возможность заняться футболом. За первое место по старшей возрастной группе награждается команда «Факел» памятным дипломом приза клуба «Кожаный мяч». Мячом. И команда награждается... Каждому лично. Сладкие призы. По младшей возрастной группе награждается команда «Ювентус» микрорайон «Южный». Памятным футбольным мячом для команды и сладкими призами. Спасибо. Аплодисменты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова